Суммируя, без способствования со стороны администрации, без сотрудничества со стороны администрации все это было бы невозможно. Ну разумеется, ну разумеется, конечно. Скажи пожалуйста, а вот вчера я понимаю, что источник сомнительный, потому что телеграм-канал шот это та еще помойка, хотя если говорить про какие-то видео, там довольно оперативно они появляются. Но там появилась теория, предположение, скажем так, что сначала пытались скрыть вот этот инцидент с террористами захватом заложника и собственно взяли только одного этого младшего инспектора, который дежурил. И начальник, он поехал как бы договариваться и его тоже взяли. И так заложников стало двое, потому что начальник в воскресенье быть там не должна. Он решил, не привлекая внимания, порешать сам эти вопросики и его тоже взяли в заложники. Насколько это правдоподобно выглядит? Ну понимаете, версии на самом деле ровно две. Либо вот этот кум, а это кум. То есть это очень большой начальник. Это не начальник по оперативной работе СИЗО, а начальник по оперативной работе всей огромной ростовской области. Причем серьезная ростовская область, это Ростов-Папа. Либо он дурак, либо он в деле. Вот одно из двух. На его месте я придерживалась бы дурака. Потому что приехать одному, не выполнить инструкцию, не поднять по тревоге спецназ, не поставить в известность руководство, явиться одному на переговоры, еще попасть в заложники. Так если они у него на абонементе, может он думал так и договориться. Да, это второе место. Тогда в доле. В доле, да. То есть я бы на его месте все-таки косил бы под дурака. То тем более, что похоже. Типа не хотел, чтобы начальство заругало? Или что? Не хотел, чтобы ты заругало, а хотел совершить подвиг. Как Золотов на Красной площади, помнишь, там освобождал, когда вел переговоры. Но там была постанова. Там есть такое прекрасное стихотворение про Сережу милиционера, называется «Подвиг». Мне кажется, что он тоже хотел совершить подвиг. Волшебник в синей форме. Слушай, а ты наверняка видела видео, в которых убитые террористы на видео в наручниках находятся. У тебя есть какое-нибудь объяснение этому? Ну, собственно, да. Концы в воду. В конце в воду никто из них не должен был заговорить. Но вообще довольно странные были сообщения. А то мы же видели, видели видео, что заходит спецназ и тут же заезжает в скорую помощь в ворота. Так не бывает, да. Нам рассказывают, что сначала было двое убитые, потом трое убитые, потом трое были живы, пока не приехала в скорую помощь. Приехала в скорую помощь, они тут же умерли. Все как один. Ну, нет, она же мгновенно уехала. Да, вот сразу же тут же уехала в скорую помощь. У меня даже было такое ощущение, что спецназ скоро немножко прикрывается. Было такое. Вот когда она въезжает, они так слева немножко пропускают ее вперед, как будто давай первая, а мы с тобой. Но спецназ же не подчиняется в СИНу. То есть я представляю себе такую схему. Допустим, руководство в СИН, вот, собственно, кум, захотел как-то концы в воду отмазаться, чтобы никто ничего не узнал. Он делает что? Он договаривается с руководством спецназа? Ребята, вы там никого не оставляете или что? Как это выглядит? Это спецназ в СИН. А, это спецназ в СИН. Конечно, конечно. То есть это свои приехали, понятно. Свои, да. Оль, а давай про то, что теперь. Вот вечером пошел великий шмон по этому СИЗО номер один. Я думаю, по всем СИЗО. Вот, и наверняка ведь это не единственное СИЗО. И в Ростовской области, может, не только в Ростовской области, насколько это ухудшит положение и в СИЗО, и в колониях. Ну, в СИЗО, наверное, в первую очередь. Конечно, это ухудшит очень сильно. Это все ухудшит, поскольку искать будут под фонарем. Искать будут не там, где действительно надо искать, а там, где можно, где безопасно и так далее. И чтобы отчитаться перед начальством. Главное же отчитаться перед начальством. Также, когда СИЗО отчитывалось за 10 дней до этого, оно стало самым безопасным СИЗО в области, если там не в мире, да, и не во вселенной. Я не помню, какой там был очередной у них конкурс, песенный плясок, что именно это СИЗО, да, вот самое-самое-самое, никогда, ничего, тут вообще все шикарно, все в полном порядке. Ну, конечно. И то же самое будет сейчас везде. Будут, как я помню, видела в одной зоне смотрящего дядю Пашу в Ивановской области, в Талицах. И лето, жара, дядя Паша приходит в дежурную часть, что там надо забрать. Один, конечно, приходит, голод до пояса, с пузом торчащим, такой весь потный, дядя Паша, морда красная. И у дяди Паши мобильный телефон, и там музыка играет, я не знаю, там круг там играет, очень громко. И сидит дежурный, и который прикрывает телефон рукой, он договаривает с кем-то из управления, он прикрывает руку и говорит, дядя Паш, ты хотя бы музыку потише сделай. И дядя Паша ему говорит, а ты меня его отшманай. Ты говоришь, дядя Паш, ничего плохого сказать не хотел, да? Не хотел так это, на эскалацию, да. Да. А у кого не положено отшманать, то у меня отшманает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!